Как, по вашему мнению, можно забыть человека, никак не отпускает мой мозг, сам о нём вспоминает и страдает? Мозг вспоминает и страдает не по человеку, а то, что он не получил. Знаете, есть такое понятие «испанский стыд». Ну, допустим, вы смотрите фильм, а в этом фильме главный герой вот-вот потеряет, не знаю, крупную сумму денег. Или у него исполняются желания, а нельзя, не знаю, что-то желать. И вы смотрите, переживаете за него. Нет, этого не делай, ты же потеряешь эту возможность, ты же просрёшь все бабки. Не надо вот это сопереживание, да, то есть кто-то теряет деньги, а вы за него переживаете. Почему? Потому что это ваши надежды, то есть вы ставите себя на место этого человека. И когда, допустим, у вас какие-то семейные отношения были, ну или любовные отношения были, допустим, вы женщина, и у вас был мужчина, которого вы уже видели мужем, вы уже там имели от него детей, жили с ним в каком-нибудь там доме, он вам варил кофе по утрам, и тут он вам говорит, да пошла ты нахер. И ты, подожди, подожди, как же, я уже вижу, вот, мы же, вот, уже, вот, ну в моих мечтах мы же уже, вот, то есть вы на него навесили то, чем он не является, это называется проекция. И поэтому ваш мозг его не отпускает, он всё время ищет его вокруг себя и говорит, подожди, вот прошло пять лет, как мы познакомились, через пять лет в моих мечтах мы уже женаты, у нас двое детей, вы оборачиваетесь, нет, вы одна в квартире, тот выкладывает фотки с какими-нибудь там Клавами, да, и вы такие, блин, как, это диссонанс, этот же человек должен быть со мной, подожди, мы что-то с ним строили отношения, как так-то, как так-то? И вот он не отпускает ни человека, он отпускает ваши ожидания и переживания, связанные с этим человеком, вот и всё. Допустим, у меня был такой случай, я привязался к одной девушке, потом сам сознательно, есть ещё такая проблема, мы сами сознательно разрушаем эти отношения, а потом говорю, ну вот видишь, и не получилось. Почему это происходит? Мы боимся, что мы не потянем эти отношения, мы их разрушаем и находим оправдание. Вот так вот устроен хитрый мозг. На самом деле, допустим, если это связано с каким-то человеком противоположного пола, ну, допустим, вы мужчина или женщина, самый простой способ – это построить замечательные отношения с другим человеком, а для этого нужно это всё делать по правильной технологии. Ну, допустим, возьмём мою жену нынешнюю, Катюшу, да? Мы с ней очень долго знакомы были без интима, то есть мы с ней полтора года общались без физической близости. За это время мы узнали друг друга как люди, мы узнали, что мы хотим, что мы любим, чем мы увлекаемся и так далее. и так далее. То есть мы поняли, что мы очень близки по устремлениям, по ценностям жизни, по каким-то критериям. То есть у нас даже семьи похожи, наши родители похожи, даже наши отцы похожи. То есть очень много похожего. Заметьте, мы ещё не спали. Потом, когда мы начали испытывать радость от того, что мы просто вместе видимся, то есть я её не вижу, я уже скучаю. То есть мы ещё не спали, мы ничего, у нас никакой интимной близости не волнуются, я уже скучаю. Блин, а где Катюха, а что она делает? Интересно. Всё, ага, и она такая. Что, встретимся? Да, давай, поехали. А куда? А туда? Всё. Это никакой интимы. Потом, туда-сюда уже, когда встал разговор, что оказывается есть такой человек, который тебе нравится, ты уже хочешь с ним познакомиться поближе. И вы начинаете уже простраивать другие планы. Ну, я женат, она там в каких-то непонятных отношениях. То есть, опять же, страх, что а как, а вот, ну, бросать, а дети, а то, а сё, а вот так, а что делать? Ну, то есть это целая Санта-Барбара была, это можно долго рассказывать. Но самое прикольное, что это было построение отношений, понимаете? И не так, что мы встретились, взялись за руки, полюбили друг друга, и всё. И я сразу забыл всех своих предыдущих девок, и мы жили долго и счастливо, и мы померли в один день. Нет, так это не работает. То есть это работает именно поэтапно. И когда мы там начали вместе жить, начали путешествовать, потом поженились, потом дети там, да? И вот сейчас я понимаю, что это моя женщина. Я утром просыпаюсь, и вот мне сейчас скажи, выбери, вот, у меня, допустим, придёт какой-то волшебник и скажет, вспомни всех своих предыдущих женщин, даже всех вместе. Мы тебе их всех вместе дадим, и ты бы с любой из них построишь отношения, или со всеми вместе. Скажу, не-не-не, спасибо, мне всё устраивает. Почему? Потому что я построил отношения, которые по кайфу, понимаете? То есть эти отношения. И не то, что я построил, и такой, всё. Ну, всё, я построил, можно булки расслабить. Нет, я не построил, я строю до сих пор. Потому что жизнь прожить, не поле перейти. Но самое прикольное, что мне не хочется никаких других отношений. Мне не хочется отношений с бывшими. Я иногда встречаю кого-то, с кем я когда-то пытался мутить отношения. И думаю, дайте тебе Бог здоровья, тебе, твоим детям, мужу и так далее. То есть нету камня за пазухой. Но для этого нужно быть счастливым. То есть счастливый человек, он не может привязаться к кому-то другому, или желать зла кому-то другому. То есть если человек богатый, он не будет завидовать богатым. Если человек счастлив в личных отношениях, он не будет завидовать никому. Ни бывшим, ни прошлым, ни нынешним. Если человек физически здоров, он никогда не будет кричать там на какого-то... Эй, вот опять в купальнике оделась тварь. Ну, просто тварь есть что показать, а тебе нету. Вот ты комплексуешь как бы. Вот и всё. То есть на самом деле нужно просто создать себе такую жизнь и кайфовать именно от неё. То есть не смотреть по сторонам, а чё, а кто, а где. А кайфовать. И самое по нему... Вот мне жена-то сказала когда-то, когда мы только с ней начали встречаться. У неё было две гениальных фразы, которых я запомнил. У нас был такой момент, когда мы... Ну, надо же как бы по-честному друг с другом поговорить, рассказать страхи, опасения и так далее. Ну да, надо. Но ты же понимаешь, что это страшно как бы. Вот я сейчас душу перед тобой открою. А вдруг ты посмотришь на мою душу и скажешь. Фу, ты тварь такая гнойная. Я с тобой даже на одном поле срать не сяду. А у нас уже с тобой два или три года отношений. А мы такие... А я тебе рассказываю свои самые потаённые какие-то мыслишки, страстишки. А ты такая, фу, фу, урод. Отойди от меня. И что? Я тогда расстроюсь и вот это вот... Она говорит, а прикинь, это всё всплывёт в замужестве. И говорит, ты нахрена тогда всё это надо? Уж лучше сейчас это раскидать и расстаться. Она такая, в принципе, да. А ну-ка давай. И мы как пошли там уже, знаешь, все тузы с рукавов, джокеры повылетали. А я ещё вот такой. О, ну не страшно. Ладно. А я вот такая. О, ну не страшно. Как повыкладывали друг друга, там увлеклись, мать его мать. Потом друг на друга смотрим. А что ещё рассказать? Я всё рассказал. Да и я всё рассказала. Ну не так всё страшно. Ну да, не так всё страшно. Ну пошли дальше. Ну пошли дальше. Всё. То есть, а есть люди, которые они ссут это всё сделать и они несут это всё на протяжении всей жизни, понимаете? И у них в башке вот мозг он такой, он начинает где-то, помните там номер у кого это, этот Райкин, не Райкин, это, знаешь, тут рыбу кладу, тут заворачиваю, тут смотрю, тут не смотрю, здесь там что-то это. Да, то есть, вот такое вот. Мозг он такой, здесь вижу, тут помню, тут не помню, здесь не смотрю, здесь молчу, здесь не нюхаю. Поэтому у человека есть такая проблема. Он всё отмазывает. Так.